И у меня для вас новая цель. Давайте попробуем за 2 дня набрать 20 лайков. Да, много. Да, не наберём. Да, не наберём. Ах, как вы поняли, я просто в шоке с вашей активностью. И чтобы вы понимали, я это видео снимаю сразу после стрима. То есть я дико устал, но я вас просил набрать 50 лайков на прошлом видео. Вы набрали? Вот я и снимаю видео. Кстати, тему сегодняшнего видео мне как раз-таки предложили подписчики на стриме. Спасибо им огромное, но а что насчёт стрима? На стриме было просто очень много всего интересного. Кто там был, может это подтвердить. А если вы хотите посмотреть ещё один стрим, то завтра будет стрим. Я уже запланировал, а вам остаётся только зайти туда и посмотреть, сколько осталось времени. Ладно, плавно переходим к сути видео. А, в общем, подписчик увидел в моих уровнях то, что один из этих уровней никак нельзя запустить. И он, собственно, предложил в чате, чтобы я заснял про это видео. Тут я вспомнил то, что я знаю ещё один баг, который тоже неплохой. Заключается он в том, что можно уровень верифайт, но даже если в нём присутствует стартовая позиция. И перед тем, как я буду показывать, как это сделать, давайте вы поставите лайк. Ведь если мы наберём 150 лайков, то сразу же, сразу же буду делать новое видео. Конечно, это кажется нереальным для моего канала, но если каждый из вас поставит сейчас лайк, то шансы сильно увеличатся. Ладно, как же сделать, чтобы люди не смогли поиграть в ваш левел? На самом деле всё просто. Сначала создаём наш левел и начинаем ставить в одном месте 10 тысяч одинаковых блоков. Не меньше, иначе не будет работать баг. В общем-то, когда мы создали больше 10 тысяч объектов, обязательно их надо пометь, как высокодетализированные объекты. После чего выйти в меню, и тут, откуда ни возьмись, появляется кнопка Low Detail Mode. Мы, естественно, активируем её. И, как ни странно, после активации эти 10 тысяч блоков пропадают, и мы просто проходим уровень. Дальше выкладываем его. И, как видим, после того, как мы выложили этот левел, мы не можем его пройти, так же, как и все остальные игроки. Ладно, я думаю, с этим более-менее всё понятно. Давайте перейдём ко второму багу. Как видите, на втором баге установлена стартовая позиция, и так же, если мы пройдём этот уровень, то нам не засчитают то, что мы его прошли. Будет по-прежнему 0% и 0 монеток. Но вопрос в этом, как же верфайтнуть уровень со стартовой позиции? В общем-то, просто ставим стартовую позицию, куда хотим. После чего помечаем данный объект, как высокодетализированный. И опять же, выходим в главное меню. Нажимаю Low Detail Mode, и просто проходим уровень без стартовой позиции. Как видим, уровень верифицирован. И опять же, если мы выложим Ататуриен, то никто не сможет включить низкую детализацию. Они просто будут проходить Ататуриен со стартовой позиции. Ладно, вроде бы я по-быстрому про эти баги рассказал. Опять же, напомню, кто хочет попасть на мой стрим, то приходите завтра. Примерно в обед я буду проводить стрим. Извиняюсь за слишком короткий ролик, так как я, опять же говорю, я слишком устал после стрима. Я записываю этот ролик только потому, что вы набрали больше 50 лайков на моем последнем видео. И еще, скорее всего, через 2 дня запишу следующее видео, когда вы на этом наберете 150 лайков. Ладно, собственно, смотрите мои другие видео, добавляйтесь вконтакте, добавлю всех. Ну а с вами был Нелис, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok